Гость-секретарь США Майк Помпео сегодня в Сеуле и Пекине еще раз заверил союзников в Азии, что несмотря на отсутствие конкретики в итоговом документе Сингапурского саммита и на заявление Трампа о сворачивании учений на корейском полуострове, США знают, как вести переговоры с Пхеньяном. Весь мир может быть уверен. США, Южная Корея и Япония по-прежнему намерены достичь полной, верифицируемой и необратимой денуклеаризации Северной Кореи. Мы собираемся добиться полной денуклеаризации и только тогда речь пойдет об отмене санкции. Днем ранее Помпео довольно резко ответил журналистам на вопрос, почему в итоговом документе не обозначена основная цель переговоров – денуклеаризация. Оскорбительным, смешным и глупым госсекретарь назвал этот вопрос и тут же обмолвился, что уже в ближайшие недели начнется новый раунд переговоров Северной Кореи. Всего на денуклеаризацию, по его мнению, уйдет два-два с половиной года. Лучше всего забыть о соглашении, и я думаю, что госсекретарь Помпео должен прислужиться к нашим партнерам и союзникам в регионе и пытаться разработать новый путь, какой-то план будущих действий. Критика, высказываемая некоторыми политиками и изданиями, союзников не смущает. Я считаю, что самым важным моментом является то, что благодаря этому успешному саммиту вы смогли избавить людей всего мира, включая США, Южную Корею и Японию, от страха перед ядерной войной. Поэтому я считаю встречу успешной. При этом тема отмены совместных учений США и Южной Кореи по-прежнему не сходит на нет. Сам Дональд Трамп ее подпитывает. Так в очередном интервью телеканалу Fox он вновь отметил, что военное присутствие в Южной Корее обходится Америке слишком дорого. При этом он сказал, что пока этот вопрос не обсуждается. До него в свое время дойдет очередь. Сеул сразу же дал понять, что с союзниками здесь нужно советоваться. Вопрос совместных учений США и Южной Кореи – это вопрос, касающийся обоих союзников, и решается он вооруженными силами обеих стран. Мы надеемся, что в дальнейшем так и будет происходить. О желании активно включиться в процесс заявляет и Токио. Японский МИД анонсировал свою встречу с Ким Чинэном, на которой, по словам министра иностранных дел Японии, должно быть заключено несколько соглашений. Япония придерживается своей позиции. Мы хотим эффективно решить вопросы с ядерной программой, на ракетами, нормализовать дипломатические отношения, после чего мы предложим экономическую помощь Северной Корее. Не остается в стороне и Пекин, который после заявления Трампа о возможном сокращении военного присутствия США в регионе, многие уже окрестили главным победителем саммита в Сингапуре. Китай стал третьей страной сегодня, о котором Помпео рассказал об исторической встрече Трампа и Ким Чинэна. Каждая из этих трех стран осознает значение работы, проделанной президентом Трампом и обещаний председателя Кима о достижении окончательной денуклеаризации. Похоже, первыми свои обещания собираются выполнять Соединенные Штаты. По сообщениям американской прессы, Пентагон сегодня объявит об отмене учений в Южной Корее, запланированных на август. Таким образом, Трамп уже не словом, а делом даст понять, что верит Ким Чинэну. Андрей Деркач, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка.